В Алматы ищут 17-летнюю осель. Первокурсницу государственного колледжа сервиса технологий похитили прямо из учебного заведения на глазах десятков очевидцев. Несколько мужчин схватили девушку, несмотря на попытки прохожих отстоять и увезли студентку в неизвестном направлении. Полиция Алматы объявила план перехват. Сейчас в городе досматриваются все автомобили, похожие на темный минивэн. Именно в такой машине скрылись похитители. Подробности дела в материале Тимура Ермашева. Эти кадры были сняты студентами колледжа, в котором учится 17-летняя Айсель. Первокурсницу похитили перед началом занятий. По свидетельствам очевидцев, злоумышленников было 8 человек. Их не остановили ни охранники учебного заведения, ни брат, который привез девушку на учебу. После случившегося руководство колледжа заперло здание. Студентов на улицу не выпускали. А те, кто подходил к колледжу, на вопросы отвечали неохотно. С администрации позовите кого-нибудь. С администрации. Для задержания похитителей в полицию бросили все силы. В городе объявили план перехват. В департаменте внутренних дел заверили, что личности злоумышленников установлены. И скоро они будут задержаны. Данный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования. В отделе полиции при УВД Бустандыск-Варене по статье 125, это похищение человека, была создана специальная следственная оперативная группа, в состав которой вошли также сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью. О самой девушке информации крайне мало. Известно, что по национальности она азербайджанка. И у нее есть парень, который не меньше родственников взволнован случившимся и даже заявил, что будет искать ее самостоятельно. В ДВД отмечают, что подозреваемые не смогут уйти от наказания, даже если выяснится, что это была кража невесты и девушка даст согласие на брак. Согласно казахстанскому законодательству, похищение человека является тяжкой статьей. Стоит отметить, что Айсели увезли на машине с кыргызскими номерами, но, по словам полицейских, это не станет препятствием для поимки преступников.